Программа в теме. Журналисты Радио ЗФМ о людях, событиях и фактах. О людях, событиях и фактах. В налоговый кодекс Беларуси внесены изменения. Текст всех поправок в законе занял более 200 страниц. И есть опасения, что это скорее новый кодекс, а не дополненный старый. Про основные изменения для бизнеса и обычных людей узнаем сегодня в теме. В студии Радио ЗФМ Алексей Гулицкий. У меня в гостях советник юридической компании «Горецкие партнеры», а также член правления Ассоциации налогоплательщиков Наталья Звароно. Задавайте вопросы с помощью мессенджера Телеграм, в поиске пишите слитно, без пробелов, Радио ЗФМ. Или нажимайте на символ Телеграм на сайте radiusfm.by. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Начнем давайте с основного вопроса. Зачем нужны изменения в налоговом кодексе? Да, Алексей, вопрос хороший. Про 200 страниц тоже было здорово сказано. Это, конечно, все равно не новый кодекс. Однозначно нет, и так пугаться не надо. И всем впечатляться количеством внесенных изменений тоже. По поводу того, зачем они нужны, ничего на месте не стоит. Жизнь наша постоянно меняется. И, безусловно, налоговый кодекс не становится исключением из других нормативных актов, которыми мы руководствуемся в своей жизни. Но, наверное, налоговым кодексом мы руководствуемся ежедневно, если можно так сказать. Ну, если чуть точнее, то за 2021 год произошло достаточно много изменений. В других отраслях права как минимум мы стали свидетелями изменений в регулировании деятельности адвокатов, в связи с чем тоже в налоговый кодекс вносились изменения. В кодекс вносились изменения также в связи с приведением его норм в соответствии с некоторыми указами президента Республики Беларусь, таких как указ о сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности, указ о налогообложении номер 285, ну и ряда других указов, которые требовали внесения изменений в нормы налогового кодекса. А вы сказали, что мы все сталкиваемся с налогообложением, каждый день практически. Но какие категории плательщиков затронут именно изменения? Изменения затронут, Алексей, все категории налогоплательщиков. Да, всем сестрам по серьгам получилось. И организации, и индивидуальных предпринимателей коснулись изменений, и обычных граждан физических лиц. В общем, абсолютно все категории попали в число изменений. Одно из самых заметных изменений – отмена льготы на квартиры. Что конкретно изменится для их владельцев? Да, верно, это очень заметное изменение в налоговом кодексе в 2022 году. И в первую очередь оно так ярко себя проявило, потому что касается большой категории плательщиков. И самые, наверное, сложные категории – это граждане, физические лица. Это прямой налог, который мы платим за право собственности в отношении своего имущества. А квартира, недвижимость – это не что иное, как объект, которым мы владеем на праве собственности. И в 2022 году в отношении физических лиц отменено освобождение, которое касалось права не платить при наличии одной квартиры на праве собственности, не платить налог на недвижимость. Так вот, с 2022 года мы все, будучи собственниками квартир, уже начиная с первой, должны будем платить налог на недвижимость. Ну, к слову сказать, соседние страны, особенно европейские, они в принципе платят налог, традиционно налог на недвижимость при владении, на праве собственности в недвижимость, но теперь и мы тоже платим. Это означает, что владельцы квартир теперь будут платить налог на недвижимость с каждой своей квартиры, начиная с самой первой, но, безусловно, есть исключения из этого правила, они должны были быть, и они есть. Освобождение сохраняется для некоторых категорий граждан, таких как пенсионеры, инвалиды первой и второй группы, несовершеннолетние граждане, недееспособные граждане, военнослужащие срочной службы, или проходящие альтернативные службы. Вот эти категории, они освобождаются от обязанности уплаты налога на недвижимость в своей квартире. Ну, как платится налог? Налог исчисляется, исходя из расчетной стоимости одного квадратного метра недвижимого имущества и его площади. Безусловно, что расчетная стоимость одного квадратного метра зависит от того, где находится ваша квартира, в каком именно населенном пункте, и здесь мы можем четко понимать, что самая дорогая недвижимость будет находиться в столице. Абсолютно верно. Значит, определяться квадратный метр, его стоимость будет согласно приложениям к налоговому кодексу 2831. Там мы можем посмотреть градацию ставок расчетных для определения стоимости квадратного метра. Вместо общего порядка исчисления налога на недвижимость граждане могут сами воспользоваться альтернативным методом и уплачивать 0,5% от рыночной стоимости своего объекта недвижимости, своей квартиры. Но это возможно только в том случае, если владелец квартиры обратится за независимой оценки рыночной стоимости своей квартиры. И такие документы он может предоставить, да, в налоговый орган, и на основании этих документов будет производиться расчет, ставочка будет 0,1%. А если говорить о сроках, нужно платить каждый год, раз в полгода? Значит, этот налог на недвижимость, да, на наше право собственности, на квартиру, да, он уплачивается в том же порядке, что и уплачивался земельный налог, да, и граждане, которые сталкивались, например, будучи владельцами земельных участков, они знают, а те, кто не сталкивался, я расскажу. Уплачиваться он будет авансовыми платежами не позднее 15 ноября 2022 года. Граждане будут вносить авансовый платеж в размере 50% от суммы налога, да, и платить они будут на основании извещения налогового органа, которое будет обязательно вручаться физическому лицу не позднее 1 сентября 2022 года. То есть от 1 сентября до 15 будет достаточно большой промежуток времени, когда гражданам будет предоставлена возможность заплатить авансовый платеж в размере 50%. Окончательный платеж будет производиться уже в следующем году, то есть в 2023 тоже не позднее 15 ноября 2023 года уже, и тоже на основании извещения налогового органа, где будет указана сумма, и это же извещение точно так же, как и в 2020 году, будет направлено не позднее 1 сентября 2023 года. Здесь понятно, какие есть изменения по транспортному налогу? По транспортному налогу, да, действительно тоже есть изменения, потому что этот налог тоже касается как юридических лиц, так и физических лиц, которые являются владельцами транспортных средств. Транспортный налог. Изменения произошли в составе плательщиков, это те лица, которые обязаны платить, да? Надеюсь, так понятно. В 2022 году расширен перечень организаций, которые не признаются плательщиками транспортного сбора. То есть платить налог не нужно? Не надо, да. Если ты не признаешься плательщиком, значит, ты и не платишь. К этим организациям отнесены государственные учреждения, которые созданы местными органами власти для обеспечения деятельности бюджетных организаций. Например? Учреждения для... Я, к сожалению, наверное, не готова так привести четкий пример. Но эти учреждения знают, что они таковы. Однозначно, потому что они как минимум государственные, да? Значит, в этом году они не подают декларацию по транспортному налогу, естественно, не исчисляют и не уплачивают этот налог. Произошли изменения в том числе и в перечне объектов налогообложения транспортным налогом, да, и в составе льгот по этому налогу. Из перечня транспортных средств, которые теперь не признаются объектом налогообложения транспортным налогом, исключены транспортные средства, которые были угнаны против воли владельца. Это угнанные транспортные средства в результате противоправных действий третьих лиц. Но одновременно эти транспортные средства добавлены в перечень средств, освобождаемых от уплаты налога. Если мы рассматриваем, например, организации, то это означает, что если организация в начале года еще владела транспортным средством, потом в какой-то период, в 2022 году, средство угнали против поля организации, она все равно обязана будет подать декларацию по транспортному налогу, указать период, когда она владела этим транспортным средством, период, когда средство угнало. Но обязательно это должно подтверждаться документально, документами от правоохранительных органов, что такой факт на самом деле имел место быть. Указываем в декларации, но не уплачиваем налог по такому транспортному средству ввиду освобождения именно самого объекта от налогообложения. Перечень льгот по транспортному налогу еще пополнился одним видом льготы. В отношении транспортных средств, которые зарегистрированы за организациями, они не пользуются ими и законсервировали в порядке установленным положением Совета Министров номер 431 о консервации государственного имущества. Это положение, независимо от названия, распространяет свое действие и на негосударственные юридические лица. Уточним этот момент после небольшого перерыва. За это время можете задать свои вопросы с помощью мессенджера Telegram. В поиске пишите слитно, без пробелов, Радиус ФМ. Или нажимайте на символ Telegram на сайте radiosfm.by. Ты слушаешь программу «В теме». Журналисты Радиус ФМ о людях, событиях и фактах. Сегодня в теме говорим об изменениях в налоговом кодексе Беларуси. В гостях у Радиус ФМ советники юридической компании «Горецкие партнеры», а также член правления Ассоциации налогоплательщиков Наталья Звороно. Наталья, мы с вами обсуждали транспортный налог, немного не закончили. Давайте завершим эту мысль. Да, Алексей, конечно. Мы не дошли до обсуждения изменений, которые касаются физических лиц в транспортном налоге. В 2021 году были ситуации, когда транспортные средства за физическими лицами в ГАИ зарегистрированы, но по ним не была установлена ставка, так как невозможно было их отнести к той или иной категории. Это, например, были мопеды, квадроциклы и такие подобные вещи. За них в 2021 году налог не уплачивался. Поэтому с 2022 года расчет налога за транспортные средства, в отношении которых отсутствуют сведения о их типе или иные транспортные средства, будет производиться, исходя из ставки в размере 41 рубль. Это установленная ставка. Это установленная ставка для такого рода транспортных средств, которые не могли по тем или иным причинам отнести к каким-то видам. При уплате транспортного налога некоторыми категориями физических лиц будет применяться так называемая скидка, 50-процентная скидка. К таким категориям относятся физические лица. Это ветераны Великой Отечественной войны, это инвалиды 1-2 группы, это лица, которые уже достигли общеустановленного пенсионного возраста, это лица, которые имеют право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста. С 2022 года перечень физических лиц, которые имеют право применять 50-процентную скидку, назовем ее так, немножко расширен, и в него включены еще две категории. Это ветераны боевых действий на территории других государств и родители, усыновители, удочерители в многодетных семьях с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет. Эти категории тоже будут иметь право платить по пониженной ставке со скидкой 50% транспортный налог в 2022 году. С транспортом разобрались. Давайте перейдем к подоходному налогу. Для кого и насколько он повысится? Да, подоходный налог вызывал много вопросов из-за некоторого недопонимания при прочтении изменений в налоговый кодекс. Но мы сейчас попробуем более четко расставить акценты, и я думаю, что нашим слушателям станет гораздо понятнее, кого касаются новые ставки, когда они применяются и как. Значит, налоговые органы всегда проводили, не всегда, начиная с начала 2000-х годов, а точнее с 2003 года, проводят сопоставление расходов и доходов физических лиц. При выявлении расхождений между расходами и доходами, и когда физическое лицо, в отношении которого такая проверка налоговыми органами проведена, и оно не может подтвердить источник своих расходов, применялась ставка подоходного налога в размере 16%, он должен был заплатить подоходный налог с этой разницей. С 2022 года эта ставка повышается до 20%. То есть если физическое лицо, в отношении которого налоговый орган провел проверку и установил расхождение, точнее превышение его расходов над доходами, физическое лицо не может пояснить, за счет каких источников оно произвело эти расходы, значит, ему будет вручено извещение, разница между расходами и доходами, будет налогооблагаемая база по подоходному налогу, и облагаться он будет по ставке 20%. Это первое изменение, которое касается, так сказать, именно повышения ставки подоходного налога до 16%. Ставка 20% по подоходному налогу будет применяться, кроме того. И в отношении налоговых агентов, поясню, кто такой налоговый агент, это ваш наниматель, да, вы как сотрудник сами напрямую подоходный налог со своих доходов не платите, ваш наниматель исчисляет, удерживает и перечисляет сам за вас в бюджет подоходный налог с вашего вознаграждения. Так вот, если ваш наниматель по какой-то причине не доплачивал подоходный налог, либо не со всех ваших доходов удерживал его, и при установлении этих фактов контролирующими органами наниматель будет обязан удержать, перечислить в бюджет с вашего дохода подоходный налог, но уже по ставке 20%, а не 13%, как если бы он исполнял свои обязательства в установленном законном порядке. Мы можем говорить о применении иной ставки в отношении индивидуальных предпринимателей, но здесь, наверное, неправильно будет говорить о повышении ставки подоходного налога, поскольку те индивидуальные предприниматели, которые больше не могут в 2022 году применять упрощенную систему налогообложения, это предприниматели, оказывающие услуги, они могут либо перейти на применение единого налога, если их вид деятельности есть в перечне, по которому можно применять единый налог, либо они должны будут перейти на общую систему налогообложения для индивидуальных предпринимателей, и в статье 214 Налогового кодекса установлена общая ставка подоходного налога 16%. Конечно, по отношению к ставкам УСН эта ставка как бы повышенная, но на самом деле она стандартная и общая, которая применялась и ранее. Вы упомянули ИП, очень много вопросов касаемо как раз-таки предпринимательства. Какие основные изменения ожидаются в налогообложении предпринимательской деятельности? Да, предпринимательскую деятельность коснулись действительно в этом году достаточно серьезные изменения, потому что существенно урезалась категория индивидуальных предпринимателей, имеющих право применять упрощенную систему налогообложения, как я уже сказала, с 2022 года предприниматели, оказывающие услуги, за исключением услуг туристической деятельности, здравоохранения, деятельности в области компьютерного программирования, общий ПИД, не смогут применять упрощенную систему налогообложения. Те категории, которые я перечислила, индивидуальные предприниматели смогут применять только в 2022 году, тоже упрощенную систему налогообложения. Пару слов, сама система упрощенного налогообложения тоже немного изменилась, там поднялась ставка до 6%, и больше при упрощенной системе налогообложения невозможно уплачивать налог на добавленную стоимость. Поэтому условия ее применения тоже изменились. Так вот, те, кто не попал в категории, имеющие право в 2022 году применять упрощенную систему налогообложения, будут применять общую систему. Это означает, что индивидуальные предприниматели будут уплачивать подоходный налог по ставке 16% и вести учет доходов и расходов. Потому что при уплате подоходного налога налоговая база определяется выручка за минусом затрат предпринимателя, который имеет место быть, и разница, которая остается, она является налоговой базой, умножается на ставку, и мы получаем сумму налога к уплате. Если у предпринимателя, который оказывает услуги, по каким-то причинам практически нет затрат, а это очень часто бывает, то индивидуальный предприниматель в такой ситуации может воспользоваться правом вычета 20% от выручки. В данном случае это будет выручка, поскольку мы не отнимаем затраты. И облагаемая база будет уменьшаться таким образом на 20%. И ставку мы будем применять уже к налоговой базе, уменьшенной на 20% за счет права на вычет. Поэтому эффективная ставка налога подоходного будет не ровно 16%, которые мы видим в статье 214, а исходя из применения вычета или затрат, которые может учесть индивидуальный предприниматель, она будет близка к ставке подоходного налога к 13%, которая взимается с обычных рабочих по трудовому контракту. Это если вкратце то, что произошло в 2022 году, но у нас есть еще существенные изменения, которые произойдут с 2023 года. Со следующего. Со следующего года. Да, и здесь, Алексей, очень важно именно, чтобы наши слушатели разделяли эти изменения. В этом году индивидуальные предприниматели, лишившиеся права применения упрощенной системы налогообложения, применяют общую систему подоходного налога. 16% ставка, минус затраты, либо минус 20%, либо они могут применить единый налог, если их вид деятельности попадает в категорию, в которой можно применить единый налог. И 2023 год, когда у нас появляется такой вид налога, как налог на профессиональный доход. Мы пока сегодня не видим категорию плательщиков, она, скорее всего, будет более четко определена к 2023 году. В этой связи мы ожидаем изменений в налоговый кодекс в 2023 году также. Но мы сейчас уже видим по этой главе налогового кодекса, как будут уплачиваться налоги теми платежщиками, которые попадут под понятие платежщика налога на профессиональный доход. Это получены физическими лицами от предпринимательской деятельности. Здесь немножко возникает диссонанс, потому что у нас всегда считалось, что физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, это индивидуальный предприниматель. Но если мы обратимся к гражданскому кодексу, то первая статья нам четко говорит, что предпринимательская деятельность – это деятельность организации и физических лиц. Поэтому в соответствии с нашим гражданским кодексом физическое лицо может осуществлять эту деятельность, пока есть только уровни ограничений по регистрации ИП. Так вот, физические лица, которые будут получать доход профессиональный, они предполагаются с 2023 года будут уплачивать налог без уплаты взносов в фонд соцзащиты. И ставки налога будут 10% и 20%. Применяться ставки налога будут к выручке. Налоговая база будет сама выручка, которая будет получать такое физическое лицо. Значит, 10% ставка будет применяться в отношении доходов, которые будут получать физические лица от резидентов и нерезидентов физических лиц. Ну, то есть, например, вы мне будете оплачивать какие-то мои услуги, и какое-то физическое лицо из-за границы будет оплачивать мне мои услуги. Если будет получать доходы от индивидуального предпринимателя или организации физическое лицо, он тоже сможет применять ставку 10%. Но если это будут доходы от нерезидентов Республики Беларусь, и размер выручки не будет превышать 60 тысяч белорусских рублей в течение календарного года. Далее идет ставка 20%. 20% будет применяться для доходов от индивидуальных предпринимателей и организаций, которые будут получать физическое лицо, но от ИП и организаций резидентов РП. И эта выручка будет превышать 60 тысяч базовых, боже мой, не базовых, простите, 60 тысяч белорусских рублей. Тут сумма у нас фиксированная, да, всегда привычка, что в базовых величинах мы все еще здесь у нас сумма зафиксированная, 60 тысяч белорусских рублей. Так вот 20% будет применяться для доходов физического лица, полученных от ИП и организаций резидентов Республики Беларусь, и выручка должна превышать 60 тысяч рублей. Заканчивается наше время, к сожалению. Последний вопрос. Новый кодекс, он увеличивает налогообложение, но кратенько, может, перечислите какие-то льготы, если они появились? Новые льготы. Новые льготы, которые мы с вами уже пробежались быстренько, да, при транспортном сборе. Я бы сказала, что самая такая важная льгота является право физического лица, который не проживает больше 183 дней на территории Республики Беларусь, но желает продать свое транспортное средство в 2022 году, не уплачивать подоходный налог при продаже этого транспортного средства. Напомню, что у нас ранее такая льгота действовала при продаже квартиры таким гражданинам. А теперь еще и машину тоже можно продать без уплаты налога. Это, наверное, такая самая приятная новость. А об изменениях в налоговом кодексе Беларуси нам рассказала юрист, член правления Ассоциации налогоплательщиков, советник юридической компании «Горецкие партнеры» Наталья Зворано. Спасибо. Это был проект «В теме». Меня зовут Алексей Гулицкий. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на Радиус ФМ. Слушай Радиус ФМ и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах. На сайте радиусфм.бай.